слава украине привет всем от полонского вот у нас есть такие внутриукраинские дела которые стоит стоит узнать всем так вот смотрите вот стоит ли перекладывать брусчатку на крещатике вот или во львове на крещатике нет брусчатки на бахмельницкого или там во львове перекладывают брусчатку с места на место да она немножечко где-то лежит неровно так что-то где-то что-то можно было бы поправить будь сейчас мир я бы только пожал руку тому же садовому или клешко сказал ну да ну вот действительно надо некрасиво как бы надо делать чтобы было гарно но сейчас у нас как бы другие немножко приоритеты и перекладывание брусчатки из угла в угол или там выделение каких-то сумасшедших денег на постройку стадиона или еще чего-нибудь подобного стадиону да но выглядит немножко диким правильно и вот тут у меня к вам такой вот вопрос смотрите в парламенте в ради голосовали вчера по моему или позавчера за то чтобы перенаправить деньги которые местные советы местные бюджеты скажем так вот местные бюджеты собирают на реконструкцию стадионов грубо говоря брусчатки и еще чего-нибудь например вот в киеве недавно был тендер они покупали шампанское на какие-то на какие-то там мероприятия это настолько необходимо сейчас но и на шампанское на барабаны конечно да тоже покупка идет очень важно так вот эти деньги перенаправить на сбройные силы украины по-моему идеальный до законопроект тем паче давайте вспомним как еще вот перед началом войны парахаботы кричали помните великое крадивныцтво не надо строить дороги не надо это все делать войны тогда еще не было заметьте да не надо не надо треба работать треба все поддать на армию и кто с этим спорит да действительно надо давать на армию правильно но вот было голосование по значит тому чтобы вот эти деньги которые аккумулированы в местных бюджетах на именно на вот эти вот варианты с перекладыванием брусчатки из постройки стадионов и на барабаны условно говоря понятно передать в армию что вы думаете законопроект не прошел значит знаете кто не дал ни одного голоса я вам скажу кто партия ps или когда европейская пес партии европейская солидарность или они любят себя называть ес вот лёшик гончаренко кстати лёшик я его люблю и уважаю но вот он так сильно гордился что они не дали ни одного голоса партия юли тимошенко батькивщина но это вообще это атовизм уже в верховной ради батькивщина господи пустили как ее еще называть матькивщина вот тоже не дали ни одного голоса проголосовали частично но не все слуги частично голос но сколько-то хорошая не хватило голосов не прошло то есть вот эти все вышеназванные мной товарищи решили что барабаны военное время бомбоубежища да как у нас киеве хотели барабан и овощерезки бомбоубежища за 100 тысяч гивен гораздо важнее чем дроны для армии чем я не знаю карематы для солдат чем реабилитация раненых воинов это фигня от барабаны овощерезки и перекладывание брусчатки с точки зрения вот европейской солидарности батькивщины матькивщины и прочих которые не голосовали за этот закон это самое то так вот у меня вопрос а что же вы тогда кричали что перед войной деньги закапываются как вы говорите в асфальт что это было и как радиовнецство когда строили дороги и мосты в мирное время заметьте да тут вы кричите значит что нельзя а тут вы не даете ни копейки на армию когда вот именно вот эти деньги хотели взять с перекладывания брусчатки и отдать их военным объясните мне вот может кто-то объяснить логику вот этих вот событий и я например не могу абсолютно но может я чуть не понимаю